так парни всем здорово у меня для вас есть отличная новость новость касается навигационной системы сейчас я расскажу как на автомобиле mazda 3 mazda 6 mazda cx 5 начиная с 2015 года можно установить флешкарту с навигацией которая точно такая же как у официального дилера и стоит она в разы дешевле смотрите видео до конца и вы сейчас все так народ сейчас специально позвоню в мазду через прямой номер их общий на кого там что называется бог пошлет и спросим сколько стоит официально сегодня флешкарта с карты здрасте кайбра 100 мне может пускать сколько сегодня стоит флешкарта с картами на автомобиле mazda дмитрий очень приятно данную информацию вы можете получить любом официальном дилерском центре подскажите пожалуйста где вам будет удобнее я переведу звонок для консультации на любого московского на кого сами выберете и подскажите пожалуйста модель вашего автомобиля дмитрий mazda 6 спасибо за предоставленную информацию пожалуйста оставайтесь на линии перевожу звонок дилерский центр 7 на улице введенского дарья здравствуйте кто мне может пускать цены на флешкарты с картами для автомобилей мазда сергей здрасте скальбра сколько стоит сегодня карта но на автомобиле mazda флешки или карта навигации ну флешки с картами навигации или карта навигации 22000 22000 она последним на время когда было сделано на ней ее привезли сегодня ночью я понимаю обновление с картами не зайка выходил я не я не имею права ее скрывать и вставлять машину смотрите какое обновление но они в этом одет под запечатан я полная наш показывать правило есть три у вас есть и у вас есть три года на бесплатное обновление чем 3 лет вы можете бесплатно обновлять я понял она показывается пробки двигаться три месяца будет показывать если его если ваш телефон раздает вай-фай а если в обе за и фая не будет показывать нет она ваш телефон использует как аутов такого почему три месяца только пробная версия а потом за деньги что конечно а сколько стоит потом сайт мазару так мазару так заходите в мосту коннект и там все читает и там все что флешка на универсально дано на мосту 3 на мосту 16 x5 то есть разницы нет на мосту 3 на мосту 6 на 5 машины сама карта служит то есть не вы купили в машину вставили если будете продавать и вместо машины я понял хорошо пасима лишь и планетра она через 100 километров прошивается под ваш вин и уже в другом автомобиле она используется не будет если вы проехали километров 20 вытащили вставили другую машину к другу к соседу она автоматом подцепит его винт вы ему подарили ее я понял хорошо спасибо большое буду знать я подумаю до свидания познакомился с человеком на сайте drive.ru я искал информацию по навигации потому что полгода назад мы с вами общались и спрашивали нет ли каких-то вариантов поставить левую чтобы она работала также как штатная и вот этот вариант появился я его специально попросил снял видео кусочек и показал как эта система вся работает и сейчас я его вставлю вы посмотрите и дальше он пошагово расскажу что нужно чтобы то же самое стояло на вашей машине хотел бы немного рассказать о навигации в которой о которой писал в блоге точно такая же навигация которую предлагает официальные деле разница только в цене навигация представляет собой обыкновенную sd карту единственное не обязательно 16 гигабайт достаточно восьми главное ну класс 8 10 когда будет работать пушистрее в принципе вставляем карту слов все карта вставлена можно запускать навигацию загрузка навигации вот у нас определила находимся все функции стандартные как у любого классического навигатора единственное хочу заметить что справа вы видите значок так называем дорожного затруднения данные передается без интернета вай-фай выключен данные загружаются через радиоканал так что покупать отдельно функция за 8000 в год пробок по год и прочее не совсем не обязательно но если желание конечно пожалуйста данные эти берутся обычно с яндекс карты сервис яндекс пробки позволяет передать по радиоканалу но на карте мы увидим ближайшие объекты инфраструктуры также есть поиск по адресу поиск объектов по названию с различными фильтрациями и революционная информация если подключим вай-фай то мы можем получить информацию о движении погода цена на топлива текущая позиция если это как-то интересно gps информация мы на 7 спутников 8 информация стране это для путешественников будет полезно еще и еще теперь давайте многодетного родителя человеку который нас в пятом поздравил мы сегодня отдали подарки родить теперь мы хотим найти человека у которого в семье я надеюсь после просмотра видео вы также как и я загорелись и тоже хотите теперь все это навигация потому что я ее себе заказал и подробно видео обзор про нее я вам расскажу примерно концу марта потому что в середине марта я ее куплю поставлю себе пару недель поезду потестирую потом как бы дам вам полную информацию что она может и какие функции у нее заключаются а значит все ссылки на данного человека я вам даю в описании как это все происходит а первым делом вы с ним связывайтесь и вы определяетесь какого вы города ну точнее вы ему говорите что допустим вы из казани из москвы из питера неважно в принципе представители есть во всех крупных городах далее в каком городе он вас свяжет своим со своим представителем после чего вы с ним встречаетесь вы определяете сами место где вы с ним пересечетесь чтобы не получилось так что вы хрен знает откуда он хрен знает откуда но в целом вы живете в одном городе то есть вы определяете место локации где вы встретитесь далее начинается установку для установки нужно обязательно вай фай то есть включается либо телефон ну как используется как раздатчик сигнала как роутер либо вы подъедете куда-то ну типа там mac auto где есть бесплатный доступ к вай фай вторым шагом вы сразу приступаете к установке установка занимает примерно 15-60 минут это с учетом того что вы еще минут 10 там или 5 ну то как пойдет будьте сами тестируют навигацию будете тыкать смотреть что на вас работы лишить автомобиль включать ездить ну в общем проверять на работоспособность когда вы понимаете что все круто и навигация действительно рабочая вы после этого уже производите оплату никаких предоплат за выезд они с вас не берут сначала они делают свою работу показывают что это действительно все по-настоящему и только после этого вы оплачиваете значит карты точь в точь как у официального дилера то же самое что он предлагает за 22 тысячи рублей просто наши русские пацаны нашли как этот нафтек немножко и поэтому они вам это все поставят и все будет точно также работать карты от ноября 2015 года они также показывают европу и с появлением обновлений их может без проблем обновлять то есть приехав к дилеру на то ничего с вами не случится флешка будет стоять все будет работать и головное устройство также будет работать за все то время что они ставят эти карты косяков установки не обнаружено в принципе никаких абсолют парни в принципе проверены все отзывы о них вы можете посмотреть непосредственно их страницах почитать пообщаться с владельцами тех кто уже поставил себе эти карты и подчеркиваю что можно поставить на cx 5 мазду 6 и мазу 3 нового поколения которые после рестайлинга так и сейчас самое главное это цена которая конечно всех интересует напомню что официала данная услуга стоит 22 тысячи рублей здесь же вам предлагают ее за 5000 рублей в эту цену входит сама флешка с картами встреча с вами установка тоже все сначала вам делают после этого только вы оплачиваете поэтому вся инфа на человека будет в описании данного видео связывайте с ним если что-то вам непонятно задавайте у него вопросы но и конечно же при заказе можете ссылаться полностью на меня говорить то что узнали о нем через меня я думаю возможно вам какой-то будет подарок может быть какая-то скидка конечно не гарантирую потому что я также у него покупаю соответственно обращаетесь спрашиваете естественно подписывайтесь на канал ставьте лайки если эта информация была для вас полезный как только себе поставлю этом навигацах потесте сразу закину подробный видео обзор где постараюсь детально разобраться что она из себя представляет выявить всеossи все ее плюсы, привыкнуть к ней и, соответственно, поделиться с этим свайлом.